Hello everybody, Бет на плохом канале И на плохом канале Чоппер из Спорстера на Сухаре И я вам сегодня расскажу, как на нем ехать А также вы познакомитесь с владельцем, который весь сезон на нем ездил Как оно ездит на Сухаре весь сезон? 10 тысяч километров, ну, допустим, уже проехал Ну, зато я умею падать Привет, я Дима А часто ли ты ходишь к травматологу? Вот этот позвоночник в трусы, я думаю, тебе все это говорят Про владельца попозже А сначала я вам расскажу, как на этом ехать А потом я расскажу, как он сделан И покажу, собственно, а потом мы спросим у владельца Как он вообще теперь живет после этого всего Итак, как мы видим У этого мотоцикла нет никаких вообще нахер амортизаторов Просто рама сухая, абсолютно, блин, сухая, некуда дальше И глушитель такой вот Ну, какое-то присутствие глушителя есть Но сказать, что его много, никак не могу Про высокий руль отдельная история Немножечко попозже, как он сделан А давайте сначала, как же, блин, на этом ехать А мы спросим у владельца, конечно, его какие-то ощущения Мои ощущения выглядят следующим образом Сказать, что на нем жестко сзади Я вообще никак не могу То есть, в принципе, обычный спорстер до 2018 года Запомните, до 2018 года У него и так жесткая подвеска Вот, и здесь, в принципе, сказать, что она сильно мягче или жестче Не могу Примерно так же Почему? За счет вот этих вот пружин Которые, собственно, и выполняют функцию амортизатора Вы на них сидите, вот, как на вленопружинном матрасе И, в принципе, этого, как на удивление, достаточно оказывается То есть, если бы это была сухая рама и сухое седло Тогда бы это было другое дело А так, я не могу сказать, что это прям какая-то жопа То есть, я ездил на спорстере на сухаре Вот, кстати, на него ссылка И там был как-то пожестче Вот здесь, вот, входить в поворот и прочее Вообще, в принципе, так же примерно, как на амортизаторах Но передняя подвеска То есть, она прям жесткая настолько, что такое впечатление, что там какие-то жесткие пружины подложены И вот спереди, когда ты въезжаешь на какое-то препятствие То прямо ощущается вот прям такой удар Прям в руки, прям вообще очень конкретно Хотя вроде как руль на резинках Вот почему так, не знаю Вот, увладеть спросим Вот, так что вот такая вот история про сухарь Сказать, что вот именно на таком седле, на сухаре ездить сложно Нет То есть, меньше ощущения мотора За счет того, что связи с мотором здесь не сильно Потому что за счет вот этого, что седло такое само по себе Оно жестковато, конечно То есть, обычное, ну, кожаное седло, конечно, помягче Здесь, конечно, сильно жестко тоже не могу Вот, потому что, ну, вот поддержка вот жопы, не знаю, копчика вот в эту сторону Она как бы есть И так более-менее ничего Далеко на нем ездить Вот сейчас мы не узнаем, как он на нем далеко ездит Сколько километров он проезжает без отдыха Но вот с таким рулем Ну, я тоже езжу с таким рулем Он примерно такой же высоты и есть Если он не наклонен вперед Вот здесь он наклонен вперед У вас посадка Вот ноги вперед, ноги и руки вперед И все вперед вообще Я, конечно, так долго ездить не могу Вот он как бы может Теперь давайте про устройство мотоцикла Это вот часто бывает как Вот такие мотоциклы, они появляются Человек их делает сам Сам такой, для себя Вот это редкий момент Ну, как бы редкий, не знаю То есть мне попадают такие вот редкие Когда человек купил сразу готовый Вот такой вот мотоцикл Ну, как бы интересно Послушай, почему он не сам сделал, а купил Но тем не менее Так вот С таким вот глушаком Ну, в принципе, или точнее с его отсутствием Ехать, ну, так себе То есть он булькает, в принципе Но, то есть он прям очень громкий То есть вот чем, когда короткий глушитель Он ну прям орет Просто здесь, конечно, звук поприятнее Есть китайский такой же глушитель Дешевый совсем Вот здесь поприятнее Но сказать, что он как бы культурный Ну, как бы не могу Мотоцикл переделан на цепь Спортер очень просто переделывается на цепь То есть здесь как бы ничего особенного делать не надо Просто ставятся звезды Вместо шкивов И ставится цепь И все Ну, и получается как вархаичный вид Вот такой вот интересный момент с аккумулятором Вот так вот интересно тут стоит Ну, такая классическая Семь, это, видимо, все провода мотоцикла Проводов, конечно, очень много На мой взгляд Это, кстати, поворотники Ха! Я, правда, не включал Ну, ладно, есть, Алис Сейчас посмотрим, как это выглядит Вот такой ключик у нас Поворачивается И давайте поморгаем поворотничком О! Какая красота Надо держать Ё-ка не бабай Когда держишь, моргает Когда не держишь, не моргает Вот что значит самопал Спереди поворотники А, в притоку Есть же такой же поворотник Красота Обалдеть Минимализм Наше все Зеркала В них ничего не видно Но если приноровиться Может быть и нормальной Головой, в принципе, можно крутить Пульты это вот от Эволюшена Старые До 95-го года, по-моему, такие были К спортсмену это отношение мало имеет Ну, да ладно Что у нас еще? Архаичная прищепка На ней почему-то не написано Харли Дэвидсон Странно Видимо, наверное, какой-то новый вариант Вот это, насколько я помню Вот, сейчас мы узнаем У владельца спросим Это родной Маслобак, по-моему, такие продаются Насколько я помню Ну, шланги выведены как-то специфичным образом Бензобак закреплен классически Вот, на две вот дырки Я вот не очень люблю эту конструкцию Потому что у него вот Вот такой вот момент у него присутствует И здесь идет на разрыв Вот в этом месте И вот при таком вот шатании С бензином, ну, на мой взгляд, не очень Я вот сюда обычно приделываю уши Вот, а вот эту вот классическую схему Я не очень люблю Хотя, может, я перестраховываюсь Проводка сделана вот таким вот образом Некрасивым Ой, блин, я фар забыл Сейчас аккумулятор съеду Я никуда не доеду Проводка В принципе Пульты На таком мотоцикле Они, конечно, не нужны То есть Вся архайка Вот она теряется Когда очень много деталей Поэтому, в принципе Я бы, конечно, их выкинул Месть со всей этой проводкой Останется действительно Какие-то несчастных полтора провода И все И вывести там, не знаю Кнопку куда-нибудь там Слава богу Место есть, куда кнопку вывести Но эти детали Кастом же нельзя доделать Интересно, почему Вот владелец этого мотоцикла Его не доделывает А купил как бы готовый И ездит Тоже интересно Мному у него все это дело спросят Сказать, что Вот неудобно ездить Вот на таком сухаре Ну, скорее, неудобно ездить Таким рулем Просто, который Повернулся вперед А так Вот какой-то жесткости При таком седле Я лично не особо не почувствовал А также не забываем О том, что я могу привезти Мотоцикл из Америки Вот мои контакты Это в описании к этому ролику Пишите, звоните В WhatsApp, Telegram А также не забываем Подписаться на группу в Тереге Вот она Самое большое сообщество Harley-Davidson в России И ссылка, естественно В описании к этому ролику Еще один момент Некоторые хотят готовый кастом Я бы исключительно Не рекомендовал это делать Почему? Потому что Хорошо сделанных кастомов Их не так и много И вам придется Вот эти огрехи Либо смириться с ними Либо пытаться их доделывать Вот И часто это Ну, достаточно муторное занятие Вот А проще, на мой взгляд Сделать кастом самостоятельно Так, как вы хотите Забавная херня Метрический? Ага, метрический Вот И давайте у владельца спросим Как же вот он дошел до такой жизни И почему он купил готовый мотоцикл Почему он не переделал И почему он в нем ничего не меняет Не надо ничего говорить Я буду спрашивать Скажи, пожалуйста Ну, здравствуйте Например, скажешь Привет Я Дима Да, Дима 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 Дмитрий Купил вот такой мотоцикл У меня первый И самый большой Наверное, единственный вопрос Почему ты купил его готовым А не сделал его сам? Хотел Здесь и сейчас Побыстрее Да, сразу Чтобы все было готово И сразу Получать эмоции Какие надо Так И с чем же ты Ой, сейчас я свой Совсем таку уберу А то некрасиво И с чем же ты Столкнулся при этом? Столкнулся с тем Что пришлось Кое-что под себя Переделывать Например? Например, три раза Менял седло Здесь оно было Узкое После 50 км Нижняя часть спины Отваливалась Потом Поставил Мягкое Тоже узкое Не то Примерил Корбиновское Но оно Слишком широкое было Удобное Но слишком широкое В итоге Остановился Вот на этом Ну и поиграл С пружинами Четыре комплекта Пружин поменял Четыре комплекта Уже Да? Жестоко Маленькие Побольше Вот это самые большие Которые Собственно Здесь и стояли Изначально Так Теперь Ладно Сейчас мы Перевернемся еще К этому вопросу У меня Ну самый основной вопрос Который беспокоит Наверное всех людей Которые видят сухарь Это значит Как выглядит твоя спина Вот Часто ли ты ходишь К травматологу Там рентгенты Часто делаешь Вот это все То есть вот Вот этот позвоночник В трусы Я думаю тебе все это говорят Наверное как Ну вообще При виде высокого руля Отсыхают у тебя руки По-звоночному Здесь такой Травматологический Это сам Мотоцикл получается Так вот Как твой позвоночник В порядке Живой В порядке В порядке Позвоночник Руки в порядке Но Как Нет никаких Дискомфортных ощущений Никаких там Компрессионных Ударов Как мне эксперты Советовали Что у тебя позвоночник Рассыпется в трусы Ну конечно Надо какой-то Мышечный корсет иметь Наверное Чтоб все-таки А он может Приобретается еще При езде Однозначно Есть такой Да Начните ездить И все прибавится Все прибавится Да И руки накачаете И кисти И задницу Все Все будет хорошо Да Середина апреля По сей момент Порядка Восемь с половиной Ну девять тысяч Точно Куда ж ты ездил-то? Ездил недалеко В радиусе Пятисот километров От дома То есть я Часто выезжал Вот такие вот В разные стороны Лучами Там Соседний город Через город Через-через город Возвращался назад Либо делал там Некоторые Петли Через некоторые Разные города Ну и естественно По второстепенным дорогам Через деревни То есть допустим Путь Там в Гусь-Хрустальной У меня не 200 километров Получился А 400 Выбираю я Второстепенные дороги Где мало машин И кайфую Со скоростью 80-90 километров в час То есть больше на нем Ехать И не хочется даже Можно Но не хочется Ну а выхлоп Не доедает тебе Такой Тоже частый Наверное У тебя тут Страдания То есть много В разных Да Это мотоцикл Для страданий Все правильно Для страданий Да Выхлоп здесь Ну Прямоток Но он не такой громкий Вот у меня Хири Тейдж Который ты привозил С прямотоком С длинными трубами Он звучит намного громче И На скорости Вот на одном Действительно Ты как человек Постепенно Меняющийся мотоциклы Вот Приобретающий Вот Обрастающий Харлеями Вот это тоже Интересный момент А мы тебе привезли В Верод Выбор Ну вообще Вероды выбирает Ну достаточно редко Я тебе могу сказать Не помню такого Вот И Ну это отдельный разговор Вот А у тебя до этого Чего было-то Чего-то было У меня до этого Дорожных мотоциклов Не было А эндуро что ли Да А Кросс Кросс эндуро И ты вот После эндуро Решил прийти на Верод Да После эндуро Решил прийти на Верод Ну и как тебе Верод Ну и суть Потому что у тебя его нет Я понимаю Что уже никак Но какое-то время Он уже был Первое время Очень необычно Но это первый Дорожный мотоцикл Это вообще первый Харлей Мало того Что дорожный Так еще и Харлей То есть там Месяца 2-3 Я ловил кайфы Но Не мое Его надо крутить На нем надо Гонять И Посмотрел в сторону Классики Да И купил Хиритейдж Да И купил Хиритейдж На 88-ом моторе Так И как Он у тебя еще есть Хиритейдж у меня еще есть Я не собираюсь Что-либо с ним делать Мне он понравился Ну он такой Классика Красивый Блестящий Привлекает внимание Удобный Комфортный На нем я уже Порядка 15 тысяч Проехал Где-то За За 2 сезона И что же ты решил Тогда это купить Если там все нравится Ну у меня Во-первых Зацепила Сама харизма Таких мотоциклов То есть То как он Исполнен Видны механизмы Ничего не закрыто Все железное Все Кондовое Ну и в целом Хотелось Таких Ощущений Как испытывали Наши деды Несколько десятков Лет назад Когда ездили По Просторам Техаса По хайвеям На сухарях С маленьким Баком Чтобы заправляться Каждые 100 километров Да Кстати Кстати как же бак Да Тут же еще один Блядь не страдание Бака же не хватает Ни на что Ездить невозможно Вот это вот Здесь нет Да Уровня топлива Действительно нет Ни трубочки Ничего Я просто заправляюсь Каждые 100 километров По возможности Но если куда-то далеко Уезжаю Беру с собой Канистру трехлитровую Были моменты Обсыхал Да Ты что Были перегоны По 200 километров Без заправок Где ты их нашел Ну Потом расскажу Я нашел Вот Ну Попадались Какие-то заправки Ноунеймов Но не решался На них заправляться Потому что Был печальный опыт С такой заправкой С этим мотоциклом Вот И Ну как обычно Понадеялся На еще Какую-то заправку А я понял 200-200 перегон Потому что здесь Я не хочу заправлять Не то что их не было Была одна Да Вот как раз Посередине Но Где ты такой нашел Места Это По пути Господи Я уже не помню Куда я ездил Куда-то За Ярославль За Владимир В те края То есть Каких-то Дальних поездок В одну сторону Далеко Ты не ездил Пока нет То есть Ты просто едешь Такими-то кругами Ну Два-три дня Что ли 500 плюс-минус километра Ну Самое большое На пять дней Уезжал То есть Я там В один город Приехал Поночевал В другой город Приехал Поночевал Третий Четвертый И потом домой Окольными путями Так Слушай Тогда Еще один вопрос Меня просто Периодически спрашивают Заодно У тебя Как семья Смотрит на твои Уезды Такие Как же так Ты же Куда-то сваливаешь Положительно Что рады Что ты свалил Я не думаю Ну конечно Они не рады Что я свалил Скучают Естественно Но С пониманием Жена Относится К моему Так сказать Увлечению И С этого сезона Она Со мной Ездит В дальней поездке Вот Можно сказать Специально для этого Была куплена Электричка На эволюшн А У тебя же Еще электричка То есть У тебя Три мотоцикла Слушаешь Да Всего Четыре Харлея Три Четыре А еще Дур Ты оставил И как Ты на нем Ездишь Еще Это другая Херня Совсем На электричке Нет Это самое Эндуро На карьер Езжу Тоже ездишь На карьер Да На трассу Выезжай На кроссовую Одеваю Фуллэкип И Катаюсь То есть Совмещаешь Полезным Да И как Нормально Все То есть Ты не говоришь Встречая Харрелистов О том Что Это фигня Вот я могу Везде проехать Хочешь проезжать Ну вот это купи Нет у меня Эндуро Кроссовый Он исключительно Для бездорожья Исключительно Для трассы В нем На нем Не поездишь Ни по лесу Особо Ни по Не уж Тем более По асфальту Слушай Ну это травмоопасная Херня же такая Да Ну зато Я умею падать Ха-ха-ха-ха